Сотрудник полиции в Кулибаках совмещал службу закону с работой в незаконном подпольном игровом клубе. Это была целая сеть нелегальных казино в разных городах Нижегородской области. И системным администратором там работал Дмитрий Морозов. Сначала он был следователем в Кулибакском отделе полиции, потом стал участковым в Навашино, но доход, как выяснилось, получал совсем в другом месте. Там игровые автоматы якобы были, и что-то другое, и всегда было закрыто. Стояли машины, и было закрыто все. Как казино, что ли, получается? Да, но оно якобы закрыто и было. Подпольный не знаю, но был здесь какой-то спортклуб, что ли? Спортбет он назывался. Да, да, здесь. Вот здесь компьютер каких-то стоял, вот здесь два кресла, и там диван не было. Там вроде играли, что-то вроде я слышал так. Казино? Вроде так. Немножко так, больно все. И оттуда и в четыре выходили, и в три. Пенсионеры тоже ходили? И пенсионеры тоже. Участники организованной преступной группы организовали и проводили азартные игры, а также управляли деятельностью игорных заведений на территории городов Богородск, Кулибаки, Павлова и Сергач Нижегородской области. Установлена причастность к осуществлению технической поддержки незаконного игорного заведения на территории города Кулибаки участковым уполномоченным полиции МОМВД России Навашинский. Ну вот как он, я бы не подумал, потому что всегда здоровый, нормальный такой человек, ну вроде вежливый, добрый, как бы плохого ничего не могу сказать. У нас чего-то не хватало. Может зарплата была маленькая, может чего-то, ну а сейчас что? Как сотрудник полиции мог оказаться на работе в подпольном казино, находясь на службе при этом? Я данную информацию не располагаю. Вот комментарий вам кайки давать не буду. За комментариями обращайтесь в председательном главном управлении. Сюда он устроился, даже я не знаю, просто он туда приходил, замещал свою сестру. В компьютерах разбирается, засадился и все. Разберемся. Он где сейчас находится? Спасибо за указатель. Пожалуйста. Вот такое оправдание со стороны родственников полицейского. Он просто там иногда сестру подменял. Напомню, что о кулебакской полиции мы неоднократно рассказывали в прошлом году. Местных жителей возмущало то, что в городе открыто, с широкой рекламой работают магазины по продаже бодяжного спиртного. Причем продавали в любое время суток, даже по ночам и всем подряд, даже детям. Местная полиция данных фактов почему-то не замечала долгое время. Жители подозревали, что кто-то оказывает поддержку избранным предпринимателям. Кроме того, в отношении избранных предпринимателей даже уголовные дела не возбуждались. Например, местный бизнесмен, занимающийся скупкой лома и цвет мета, на своей машине сбил ребенка на велосипеде. А родители погибшего полгода не могли даже добиться возбуждения уголовного дела. А вот на несговорчивых предпринимателей местные полицейские оказывали давление. Например, у местного лесопромышленника требовали отказаться от выгодной делянки в пользу неких высокопоставленных лиц, обещая проблемы. Если он откажется и свою поддержку в дальнейшем, если согласится. Солидные имущества сотрудников местной полиции дома и машины тоже вызывало удивление у простых жителей. После большого резонанса ГУВД Нижегородской области организовало проверки. Нелегальная торговля бодяжным алкоголем была прекращена. Уголовные дела, которые не возбуждались местными полицейскими, возбуждены. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий по поводу давления на предпринимателя. Возможно, что разоблачение сети незаконного игорного бизнеса, в котором был задействован в том числе и местный полицейский, является продолжением начатых тогда проверок. Продолжение следует...